Половина от плана. В Сургутском районе переписчики завершили работу в Угуте, Лямино и Сытомина. Если кто-то из местных жителей так и не дождался у себя дома, специалист Анкету можно заполнить самостоятельно на портале госуслуги. Возможность поучаствовать во всероссийской перепись населения в электронном формате останется у россиян вплоть до 14 ноября. Об этом во вторник рассказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. Ну а накануне переписчики посетили Центр социальной адаптации «Альтернатива». Мария Ливанян, продолжу тему. Перепись населения в Центре социальной адаптации «Альтернатива» проходит впервые за всю историю учреждения. Как объясняют чиновники, информация о количестве социально незащищённых граждан нужна, чтобы продумать меры для их поддержки. Для планирования, в том числе, социально-экономического развития, для формирования стратегии, где у нас необходима какая-то господдержка, скольким людям, чтобы планировать. Анкета у переписчиков одинаковая для всех жителей. Однако, опрашивая постояльцев «Альтернативы», специалисты исключают два пункта. Немножко вопросами отличаются. Ну, мы не сдаём вопросы о месте жительства, постоянном проживании и состоянии жилья, скажем так. Пункты этот есть в анкете? Да, пункты есть. А что в этом? Мы ничего не переписываем здесь. Всего в Центре социальной адаптации сейчас живут 120 человек. Переписчики отмечают, что постояльцы «Альтернативы» на контакт идут даже лучше, чем те, к кому приходят домой. Александр Новожилов, например, в прошлый раз участвовал в опросе ещё до того, как попал в стены этого учреждения. Ну как, знать численность своего народа мы должны же. Сколько у нас в стране проживает. На всякий случай. А случаи всякие бывают. Я сам военный пенсионер, поэтому я только за. Я считаю, что это нужная вещь. Чтобы красиво было. Хотя бы для того, чтобы наше правительство могло рассчитывать на что-то. Перепись в Сургутском районе стартовала в середине сентября. Уже опросили 62 тысячи человек. Это больше половины от плана. В Угуте, Лямино и Сытомино переписчики завершили работу. В Локосово по домам специалисты начнут ходить с декабря, после того, как на реке появится зимник. Предварительные итоги опроса подведут через два месяца. Окончательные с анализом собранная информация публикуют в конце 2022-го. Мария Ливанян, Валерия Кудрявцева, Юрий Личанцев, Сургут, Интерновости.